Приветствую вас! Вы знаете, вот со стороны выглядит ваша ситуация, ну, если не сказать странной, то, ну, как минимум, в вашем вопросе есть, ну, такие моменты, на которые я не могу не обратить внимательно, да? Первая, это первая кукла, которая есть у дочери с длинными глазами, это первая, если это первая кукла, то, ну, это один момент, если вторая, если это не первая, то другой момент. Дальше. Как бы, ребенок таскает куклу за волосы по всему дому, ну, в общем-то, наверное, вполне естественно. Потому что кукла, она никак не реагирует и, в общем-то, кукла, она на то и кукла, чтобы, значит, ну, вот так вот ее воспринимать, да? Другое дело, что есть вот еще вы и ваши волосы совсем не кукольные. Вот почему-то ребенок не видит разницы между вами и куклой. И я так подозреваю, что ребенок не видит разницы между вами и куклой, потому что вы делаете выражение боли, тут вы, ну, вы выражаете боль. Но вы не говорите, что вам боль. А я, конечно, понимаю, я, конечно, понимаю, что, наверное, вы со мной не согласитесь. Я понимаю, что, наверное, вы скажете нам, что, ну, что вообще говоря, вы неоднократно говорили, что больно и так далее, вот, а только никакого эффекта это не возымело. Ну, на самом деле, мне кажется, что, ну, не говорили, давайте, вот, говорить, да, именно говорить нужно ребенку, ну, нужно говорить о том, что происходит, да, что он делает, ребенок, я имею в виду. Можно и нужно, да, то есть не просто вот выражать боль, не просто выражать болезненно, а именно вот говорить, именно говорить, именно говорить, именно говорить ребенку, как есть, именно говорить ребенку, что вы чувствуете, именно говорить ребенку, что вам больно, что вам болезненно, что вам неприятно, неприятно, да, вот. И, ну, соответственно, реагировать на это, реагировать на это соответствующим образом. То есть высказывать, например, свое недовольство, допустим. Высказывать свое, ну, разочарование, ну, тем, что делает ребенок. Да, ну, может быть, не разочарование, это, может быть, не совсем правильная позиция. Вот, может быть, не разочарование, может быть, это более правильно было бы все-таки высказывать свои чувства. Вот, по данному вопросу, чтобы ребенок он видел и понимал, что вот какие-то вещи, какие-то вещи, да, они неприемлемы. А мне, мне видится, мне видится, видится таким этот момент. Я не говорю, что я прав, вот, но мне видится эта ситуация примерно таким образом. И соответственно, соответственно, возникает вопрос, как конкретно вы демонстрируете ребенку, а, ну, вот, свое неудовольствие. И демонстрируете ли вы его. Вот, ну, то есть, вот, в принципе, такая история. То есть, ребенку можно и нужно доносить, что вам неприятно, что вам больно и, собственно, вот, постепенно, постепенно, ну, она будет учиться. Вот, потому что сейчас у нее понятное дело, что нет никаких таких ограничений, которые могли бы ее останавливать. Да? Вот. Вот. Которые, ну, могли бы не позволять ей делать и поступать так, как, ну, как, как больно, как неприятно. И так это вам. Да? Вот. Такая вот история. Такой момент. Вот. В принципе, есть еще один важный аспект, который заключается в том, что вы обезличиваете, как мне кажется. Кажется он, сами себя, говоря, например, о том, что мы родители. То есть, я вот, ну, на полном, на полном серьезе считаю, что это, что это очень тревожный знак, что вы разграничиваете. Не разграничиваете, точнее, себя. Вот. Я думаю, так, в принципе, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Отвечать ребенка ни от чего не надо. Вот. Отвечается сама, как только увидит вот тот негатив, который, в общем-то, всегда. Бывает, когда и если сделать что-то вот такое негативное. Ну, негативное. Вот. То есть, тут, мне кажется, просто вот, просто не нужно, просто не нужно торопить события. Понимаете? То есть, никуда, никуда не денется от вас, человек. Вот. Такой ответ, я думаю, вам можно дать. Я надеюсь, что это было для вас полезно. Я надеюсь, кто-то что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Удачи! Удачи!